Здравствуйте, меня зовут Елена Кузовкина, и сегодня мы находимся в компании «Мой дом». Поговорим на очень важную для многих семей тему – ремонт. Не секрет, что он периодически затягивается на годы и является настоящей проверкой на прочность. Как избавить себя от стресса, нам расскажет дизайнер пространства в строительной компании «Мой дом» Николь Ким. Здравствуйте, Николь. Здравствуйте. Ну вот слушайте, действительно, я думаю, что тема, которую сегодня мы с вами затрагиваем, актуальная для многих. Люди приобретают новые квартиры, заходишь, кажется, ну тут что делать-то, сейчас пойду обои куплю, и красота. А оказывается, на деле все не так. С вами однозначно могу согласиться. Конечно, с дизайнером пространства, интерьера ремонт более продуманный получается, нежели чем делает клиент самостоятельно. И также по стилистике здесь очень все продумывается, чтобы в единой концепции все было. Все равно человек с опытом, с насмотренностью и практической реализацией, конечно, он может, так сказать, сгладить все углы, обезопасить своего клиента, чтобы он получил тот результат, тот, который он хочет. Потому что, когда ты делаешь сам, это, во-первых, не можешь все предугадать человек, как правило, он не каждый день сталкивается с ремонтом. И здесь каждый момент, где он не предусмотрел, также там технические, допустим, узлы. У меня вот был клиент, где размещение просто лючка не предусмотрел, и, соответственно, переделка эта стала тоже не в одну копейку. А в данном случае клиент уже получает тот результат, который он хочет, и экономя при этом свое время, деньги и нервы, ему не нужно ничего переделать, у него уже все будет готово. Потому что дизайнер, как правило, рассматривает все моменты, которые могут возникнуть, и также клиент получает проект, отдает строителям, и они уже не задают лишних вопросов, что на самом деле снимает, так сказать, дополнительную головную боль клиента. Ну, кроме лючка, в вашей практике еще какие-то были такие наглядные примеры? Да, конечно. У меня клиент ранее делал самостоятельный ремонт, решил все-таки пройти огонь и воду, можно так сказать, заказал дорогостоящую кухню и не рассчитал расстояние осветительных приборов. И по факту у клиента просто верхние дверки не открывались, и они просто стояли и пустовали. Очень обидно, конечно, когда ты отдаешь немаленькую сумму за мебель, за ремонт, и потом не можешь это исправить. Ну, соответственно, да, это тоже было обидно, неприятно. Поэтому в следующий раз он уже обратился к специалисту. Компания «Мой дом» предлагает так называемый экспресс-проект. Что это такое, почему вообще к этому решению пришли? Наша компания, просто есть такое наблюдение, что ремонт и покупка новой недвижимости – это стресс. Стресс для человека, что-то менять в своей жизни. И чтобы минимизировать данный стресс, наша компания предусмотрела данную услугу, чтобы клиенту просто было также приятно приобретать квартиру и в дальнейшем также примерно составить понимание, какой у него будет ремонт. Давайте чуть подробнее, из чего состоит услуга, а что вы предлагаете? Буклет какой-то с различными вариантами или индивидуальные предложения есть? Когда клиент приобретает квартиру, там различные разные планировки идут. И под каждую конкретную планировку у нас будет подготовлен экспресс-проект для клиента. Также он может от специалиста получить консультацию и реализовать данный ремонт, если даже у него нет существенных, например, средств. Он может приобрести мебель по стилистике интерьера. Там уже будет все вместе скомпоновано и будет такая вот подборка с мутбордом, с визуалом его будущего интерьера. Ну, это дополнительная какая-то услуга. Что мне необходимо сделать, чтобы приобретя квартиру, я получила, в общем-то, экспресс-проект? Нужно только приобрести квартиру и прийти сюда записаться заранее. И далее также с хорошим настроением прийти к нам, мы уже далее помогаем клиентам. Какие вы предлагаете стили в, ну, не ремонте, наверное, да, в обстановке интерьера? Почему не лофт? Почему не какие-то экспериментальные? Почему, вот я заранее спросила и сама же даю ответ, почему классический? Здесь поправлю современный, современный ремонт, потому что современный ремонт, как правило, наш мир динамичный, все постоянно куда-то стремятся, бегут, да, и ремонт также и стили интерьера, они не стоят на месте. Современный интерьер, он, как правило, отвечает современным всем потребностям человека по запросам, вот. Вот, он более такой универсальный, лаконичный, простота форм, также визуального шума нет, все можно, все будет у тебя дома в плане эргономики, да, также там стиральная машинка, где вещи, допустим, хранить, предусмотреть. Но при этом это будет не видно и будет совершенно такое вот просторонное помещение. Ну, это все сейчас в тренде или, в общем-то, на любителя, вот эти все стили в дизайне именно квартир? Что сейчас вот модно? Как правило, сейчас самое основное, я современный стиль также могу выделить. Из остальных здесь, конечно, на любителя могу согласиться, не каждому понравится, допустим, лофт, кто-то, например, более там, ну, классическое что-то предпочитает, да. Современный стиль, он более такой универсальный, лаконичный, там соблюдаются также прямые линии, также визуального шума нету, вот. И такой вот лаконичный, стильный интерьер. И что можно еще выделить из интерьеров? Здесь, конечно, по направлению, по тенденциям. После пандемии люди, конечно, больше стали ценить природные материалы, как-то больше природе, да. Это, конечно, и зелень, это и дерево, какие-то вот простые такие изогнутые, возможно, мебель, да, более такая изогнутых форм. Вот здесь, да, здесь, наверное, хотелось бы это отметить. И при этом в плане экологичных интерьеров, я бы так бы, наверное, это назвала, люди также стали ценить, вот так же, как и в одежде, да, переработанные, допустим. Есть, я вот помню, ездила на выставку Мосбилд, и там была мебель из переработанных материалов. То есть, соответственно, у нас сейчас это очень распространено в городе, сортировка также мусора идет, да, больше люди стали как-то ценить то место, где мы живем, пространство, да, и так же это отражается, соответственно, в интерьере. Ну, не только в интерьере это отражается, насколько мне известно, застройщики, да, сейчас при планировании самого строительства, пусть он даже небольшой, но жилого комплекса, они тоже подходят именно вот с этой точки зрения, чтобы были, если декорации, то это что-то из естественных материалов, дерево, там, что-то вот такое вот. Вот, и компания ваша, я думаю, что тоже к этому стремится, достаточно посмотреть на макеты, очень много зелени, и, в общем-то, даже детские площадки сделаны в таком стиле, в каком-то вот, Маугли бы полазил. Все верно, здесь однозначно могу с вами согласиться, очень радует, что наш строительный рынок очень развивается вслед за современными тенденциями, конечно, это больше природа ценится, и зелень, и так же игровые площадки, натуральные материалы, да, там так же активно используются. Наша компания не стоит на месте, мы активно также применяем все последние также тренды, потому что у нас в приоритете также стоит именно сделать не просто построить здание, а сделать именно определенный сценарий жизни для клиента, чтобы он там жил, мог сходить, допустим, также в ресторан, например, да, провести активно свое свободное время, чтобы там инфраструктура также была развивающая, например, сходить там позаниматься фитнесом, спортом, либо там в бассейн, да, Сейчас здоровый образ жизни также очень в приоритете у людей стали, они также ценить, следить за своим здоровьем, и так же мы окружающую среду делаем для клиентов, чтобы им было там комфортно. Спасибо вам за эту полезную беседу, а я напомню, почему по избежанию лишних трат и нервов лучше обратиться к специалисту, мы говорили с дизайнером пространства компании «Мой дом» Николь Ким.